ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, по каким-то другим причинам сдерживали себя в надежде на то, что на третью волну, ребят, выпадет что-то более интересное. Не спорю, возможно, но и, соответственно, попытался сам разобраться. Галдишка у меня есть, я знаю, для каких конкретно машин я ее берегу. И хотел просчитать, какие же все-таки машинки можно ожидать. Понятное дело, что разговаривать по поводу того, какие прем-машины восьмого левела будут, очень сложно. Потому что их самое большое количество в игре, премиумных коллекционных машин на восьмом левеле больше всего. Ну, короче говоря, огромное количество машин есть, допустим, там у меня на одном аккаунте, на втором. Ну, а что касается десяток, вот здесь, ребята, уже интереснее и сложнее. Потому что десятки, ребят, в игре есть, я бы сказал, в меньшем количестве, чем, допустим, на восьмом уровне или на девятом. Их, ребят, всего 21 машина в целом. В целом, ребят, 21. Из них две машины глаз людской еще не видел. Ну, может, какие-то избранные, безусловно, эти машины видели. Ну, а мы с вами еще долго будем их ждать. Так вот, ребят, что я сделал, как я попытался просчитать, какие десятки нас ожидают. Ну, и, в принципе, на что можно рассчитывать на третьей завершающей волне. Я открыл всем 21 машину. Вот они представлены в линейке, 21 аппарат. Мы имеем с вами 2 ЛТшки, 2 ПТшки, 7 средних танков и 10 тяжелых танков в целом на десятом уровне премиумных и коллекционных машин. Что мы можем с вами сразу однозначно отсюда исключать? Безусловно, те машины, которые уже были на продаже в аукционе, понятное дело, что второй их раз выкладывать не будут. Соответственно, мы убираем с вами отсюда Чифтейна. Мы убираем с вами отсюда АМХ. Где ты, красавец? Вот ты прячешься. Убрали АМХ. Мы умираем из средних танчиков. Было у нас на первой волне 2 тяжа. На второй волне у нас 2 средних танка. Это у нас АМХ-30Б. Убираем отсюда. Ну и, соответственно, мы с вами отсюда убираем Т-22СР, которые сейчас стоят на продаже. Убрали. Что еще, я думаю, можно смело отсюда убирать? Так это Объект 277 Вариант 2, который глаз людской, как я уже говорил, никто не видел. Это тяжелый танк, насколько я знаю, новый. Соответственно, в игре его нет. Ценник неизвестен. Не думаю, что его выставят на продажу. Согласны со мной? Тогда убираем. И мы с вами, ребята, однозначно убираем ЛТшку ВЗ-132-1. Тоже глаз людской еще не видел ее. Соответственно, можем смело ее убирать из списка. Забрали. Что по ПТшкам? ПТшки однозначно обе убираются по одной простой причине. Потому что что Объект 268, что наш любимый Бадгер, они сейчас находятся на продаже. Соответственно, не будут их, ребят, сейчас выставлять. Значит, смотрите. Есть вот, появился буквально сегодня Бадгер на продаже за 20-ку золота. Соответственно, я не думаю, что данную машину в третью волну будут выставлять для того, чтобы снижать на нее цену. То же самое касается, я думаю, Объекта 268-4, который будет стоять на продаже за реальные деньги еще, я бы сказал, долгое время. Соответственно, я не думаю, что его выставят за голду. Хотя, чем черт не шутит, мало ли, вдруг его заберут с продажи как раз накануне третьей волны. Но я, ребят, в этом очень сильно сомневаюсь. Поэтому, в целом, ребят, я бы сказал, что ПТшки данные можно вполне спокойно удалять из нашего списка. И можно смело не рассчитывать на то, что мы увидим их на третьей волне. Бадгер, до свидания, Объект 268, прощай, прощай. Я дальше, думаю, стоит исключить СТРВК. Новая тяжелая техника, которая была введена, и, соответственно, на нее был очень большой ажиотаж. Нужно было собрать 10 снежных шаров для того, чтобы собрать СТРВК, ну, либо надеяться на то, что он выпадет. Соответственно, СТРВК, как новую машину, мы тоже исключаем, но вряд ли будут выставлять ее сейчас на продажу. Я бы сразу, ребят, с вами еще исключил единственную машину Шеридан Ракетный. Почему я ее единственной назвал? Это единственная машина, которую разработчики разрешают использовать исключительно в каких-то фановых боях, то есть в режимах. Соответственно, в обычные бои пускать ее никто не будет. Это единственный танк, который я знаю на всю игру, который удостоен был такой чести. Соответственно, мы его тоже исключаем из списка, но вряд ли эту машину будут выставлять на продажу, потому что ажиотажа широкого на данную машину не будет. Многие Шеридана Ракетного получили абсолютно бесплатно тогда, когда открыли его на 10 уровне еще в ветке прокачки, и когда его убирали, взамен дали вот Шеридана Ракетного. Соответственно, ажиотажа сумасшедшего не будет. Есть любители, есть желающие, но не в таком, согласитесь, количестве будут желающие приобрести машину за золото, для того, чтобы ее катать исключительно в режимах, ну и тем более за какой-то там конский ценник. А все-таки это десятка, десятка коллекционная, десятка очень редкая. Соответственно, желающих, я думаю, будет не так уж и много. Убираем Шеридан. Что, ребят, у нас остается? Супер Конкуайр. Супер Коня тоже убираем, потому что он тоже стоял на продаже. Сейчас, честно говоря, не помним, забрали его с продажи или нет. Давайте глянем сейчас. Мне почему-то кажется, что он на продаже до сих пор находится. Так, смотрим в магазине по танкам. Поехали. Забрали его, ребят, с продажи. В продаже его нет. В индивидуалках он у меня здесь висел. Очень долго, очень нудно. Остался только Бадгер. Но в любом случае, ребят, согласитесь, с учетом того, что машина стояла на продаже долгое время за голдун, соответственно, сейчас его никто не будет выставлять на аукцион. Ну, убираем его. Я думаю, что можно с таким же успехом, как СТРВК, убирать и Концепт 1Б. Машинка, можно сказать, свежая, машинка востребованная. Машину выставляют постоянно исключительно в виде предложения открывать контейнеры и щекотать себе нервы. Соответственно, я сомневаюсь, что за голду сейчас его будут выставлять. По крайней мере, на аукционе я ни разу не видел ни один год, не было такого аукциона, чтобы на аукцион выставлялась машина за голду с возможностью понижения цены раньше, чем эта машина просто выставлялась за живые деньги на продажу. Соответственно, я думаю, что можно абсолютно спокойно Концепта отсюда тоже вычеркивать. Что еще можно отсюда вычеркнуть? Я думаю, что имеет смысл вычеркнуть отсюда КОРО. КОРО машинка очень редкая. Я уверен, что разработчики будут хотеть эту машинку выставлять на продажу сначала в магазине или продолжать дальше заинтересовывать нас с вами на то, чтобы покупать контейнеры. Соответственно, ее тоже убираем. Итого, ребят, вот такой вот у нас списочек с вами остается. У нас остается с вами 121Б, у нас остается КОМФ Панзер 50Т, М60, Объект 907, ВЗ-шечка, Клинок, Т95Е6 и Объект 260. Я бы, честно говоря, выкинул из этого списка еще ВЗ-111 модель 5А по одной простой причине, потому что сравнительно недавно, буквально месяца два назад, если не ошибаюсь, данная машинка была тоже на продаже. Соответственно, ее можно отсюда убрать. И вот таким образом, ребят, я пришел к списку из семи транспортных средств, на которые можно рассчитывать. С малой вероятностью появится Объект 260-й. С очень высокой долей вероятностью будет на сегодняшний день уже никому не интересный Т95Е6. Что касается такого же лидера по вероятности выхода на продажу, это М60 и 121Б. Вот что касается КОМПАНЗЕРа и 907-го, я очень сильно сомневаюсь, что данные две машины будут выставлены. Хотя, честно говоря, наверное, больше вероятность, что выпадет как раз на продажу КОМПАНЗЕР, КОМПАНЗЕР, простите, плохо произношу, наверное, чем 907-й. Все-таки 907-й гораздо более редкая машина, соответственно, больше вероятности, что будет вот этот аппарат. Ну а что касается клинка, то я бы сказал, что клинок стоит на втором месте по вероятности выхода на продажу среди тяжелых. Как я уже сказал, на первом месте среди тяжелых Т95Е6. Ну а потом уже, скорее всего, клинок. Клинка я очень давно не видел на продаже, ни за какие ковришки, ни в контейнерах, нигде. Соответственно, поскольку данная машина за голду просто так в свое время уже появлялась на продаже в магазине, рассчитывайте на клинка. На что бы я вам рекомендовал обратить внимание в случае, если кто-то из вот этих вот товарищей будет попадать на продажу? Однозначно обратить внимание на клинка. На второе место я бы водрузил, ребят, объекта 260-го. Ну и на третье место я бы водрузил объекта 907-го. Но это мое скромное субъективное мнение. Пишите в комментариях, ребят, на что вы рассчитываете на этом новогоднем аукционе, на третьей конкретно волне. Всем, что бы вы хотели себе получить в ангар, ну и напишите ценники, за которые вы готовы брать эту машину. Я думаю, всем будет интересно. Ну а кто обладает машинами, которые, возможно, появятся на продаже, поделитесь своим мнением, стоит ли их покупать и за сколько. Ребят, если вы за честность подписывайтесь на мой канал, я вам буду безумно благодарен. Очень надеюсь собрать 5000 подписчиков до 31 декабря включительно. Буду вам безумно благодарен за поддержку канала, в том числе за финансовую поддержку в виде донатиков. Либо отправляйте подарки через наш с вами игровой магазин. На данный момент, ребят, у меня все. Надеетесь получить то, что вы хотите. И я очень надеюсь, что вам повезет купить желаемые вами транспортные средства. Ну что ж, на данный момент все. Пока-пока. Мира вам и обязательно спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова